Мы много лет работаем для вас только за счет пожертвований. Сегодня Алифу нужна твоя поддержка. Прими участие, внеси свой вклад. Ссылка на донейт в описании. Каждое воскресенье около 11 часов в Московской соборной мечети собираются мусульмане, желающие научиться совершать молитву. Проект «Намаз за час» дает им такую возможность совершенно бесплатно. Возрастных ограничений нет. Уроки для женщин и мужчин проводятся одновременно, но в отдельных помещениях. Наша съемочная группа состояла из одних мужчин, и поэтому мы имели возможность присутствовать только на занятиях для представителей сильного пола. Аллах говорит, кто приблизится ко мне на пять, вот на такое расстояние, я приближусь к нему на локоть. Кто приблизится мне на один локоть, я приближусь к нему на пять локтей. Уроки посещают люди как с нулевыми знаниями, так и те, кто уже имеет представление о намазе. Имам-преподаватель знакомится с будущими учениками, задает уточняющие вопросы и начинает занятия с краткого введения в тему. Слушатели узнают, во имя каких целей мусульманин совершает намаз. Он приглашает нас к общению с ним. Спешите на намаз, спешите на намаз, говорит муазик. Приглашай нас, приходите. После знакомства имам начинает практические занятия по совершению намаза в соответствии с ханафитским асхабом. Новичкам объясняют, для чего нужно омовение и как его совершать, что такое скверно и как она нарушает ритуальную чистоту. Слушатели узнают, где можно совершать молитву, а где запрещено и иные нормы намаза. Что-то новое узнал действительно для себя, к примеру, более полная информация по поводу омовения была донесена до меня. Помимо этого я узнал о времени совершения намаза, о том, что каждый намаз, каждый период называется по особому, по отдельности. В целом это было очень полезно для меня. Далее имам переходит непосредственно к канонам молитвы. Преподаватель рассказывает, как к ней приступить, о количестве ракатов каждого из пяти ежедневных намазов, объясняет и показывает, когда и какой поклон делать, и что при этом необходимо произносить. Папа научил меня читать этому всему. И я еще... Папа купил мне дополнительные книги, которые надо... Там все есть два дополнительные после намаза, до намаза, после азана. Все это есть. Я это учил и учусь сейчас. К середине занятий слушателей становится больше. К уроку присоединяются те, кто совершает намаз уже много лет. И посетил в выходной день полуденную молитву. Постоянные прихожане мечети хотят расширить свои знания и задают вопросы имаму-преподавателю. Намаз это наша прямая связь с Аллахом, без никакого посредника. Намаз это средство достичь довольства Аллаха, достичь его помощи и поддержки. Намаз это важный институт, объединяющий нас членов семьи отдельной и членов общества. Занятие заканчивается в момент призыва на молитву. Участники проекта «Намаз за час» сразу получают возможность влиться в ряды молящихся, закрепить полученные знания и испытать чувство братства, которое роднит всех правоверных. Арслан Мударисов, Дмитрий Михалев из Московской соборной мечети.